А вы меня видите? Да, здравствуйте, Сергей. А вы меня видите? Добрый день, да, я вижу хорошо. Я просто с телефона решила позвонить, чтобы так это, ну, поудобнее было. Я вас не отвлекаю? Нет, собрались, иначе будем говорить. Ну да, вот у меня, знаете, сложная такая ситуация. До этого ходила в храм 4 года. Случилось у меня, как сказать, даже не знаю, как объяснить. Ну, жила в семье в простой до этого. Как бы мне, про Бога мне никто не рассказывал. И как бы занималась всякой ерундой, и как по молодости взяла чёрную магию. Ну, просто для себя читала. А потом, когда бросила, на меня начала какие-то нападки. Никто мне не объяснял, что это и как. И начала душение, и всё. И я потом начала молиться, даже не знала ни молитв никаких, и просила, Господи, что это со мной. И поняла, что это какая-то, ну, на меня идёт, что заставление, вот как, ну, эти колдуны, не колдуны, вот этим занимаются, да. И Господь мне сказал, услышала, иди в храм, молись, и от этого избавишься. Четыре года ходила в храм, ну, всё, заповеди все Божьи держала. Всё было хорошо. Это вот случилось у меня после того, как мы с бывшим мужем моим, ну, с мужем разошлись, и непонятно, что было. Вот. Потом начала общаться с верующими. Мне всё объяснили, сказали, как. Я сильно похудела, была на грани вообще смерти, непонятно, что со мной творилось. Потом, как на первую наисповедь батюшке пришёл, мне всё объяснил, сказал, сказал, держися, смотри, чтобы никуда не попадай, по каким больше не ходи, потому что за тобой сейчас идёт вот эта вот охота. Вот. Потом дальше случилась вообще напасть такая, что как бы... С мамой у меня всё связано. У меня мама сама по себе такой человек, что она ещё... Ну, сама занималась как бы своеобразными там знахарством или чем вот этим вот непонятным. Ну, и стала меня водить по... Лечила меня в 5 лет или во сколько у какого-то мужика. Ну, что типа массаж или что, почка он мне поднимал. Я маму спрашиваю, зачем ты меня водила, и постоянно у меня какие-то ситуации вот эти вот я и попадала. И последний раз вот попала в ситуацию, то что у меня, ну, бывший муж как бы снился, там мешало, что у меня на 5 нападки какие-то были. И я попросила, ну, какого-то психолога, у батюшки посоветовалась. Говорю, батюшка, можно я схожу к психологу? Ну, он говорит, да, хорошо, иди сходи. Я спрашиваю, ну, как бы женщина мне посоветовала сходить к нему, ну, мамина знакомая. Я пришла, ну, он говорит, я объяснила ему, я говорю, я верующая, туда-сюда. Он мне говорит, ну, вот верующая, ты знаешь, что там, ну, начал про церковь как-то странно говорить, а потом вообще он оказывается как бывший военный ФСБ мужчина. И начал меня как бы привлекать, что вот почему ты там, ну, в интимном плане не, ну, как бы, ну, не ведёшь вот такой, как он, как я поняла, моральный образ жизни. Он мне начал и говорит, надо, говорит, я посмотреть там, я говорю, ну, мы как по-психологически с вами поговорим. Он говорит, ну, и начал какую-то рамку вытаскивать, потом, говорит, я не говорил чакры, не чакры, давай из меня смотреть. И после этого, как он меня посмотрел, я отделаться от него никак не могла. Батюшки спрашивают, что это со мной такое. Ну, он говорит, антихрист, он, они вот этим вот, какого, завлекают. А после этого, когда я от него год не могла отделаться, меня вроде оттуда-сюда, батюшке говорят, надо, говорит, бороться, всё это. Я и молилась, что только не делала, со мной такое происходило, уже и дьявола видела, что он меня душила и давила, и непонятно, чё. Потом такое вообще стало происходить, что, когда мама с ним поругался, ставь мою дочь, говорит, не доводи до греха, пусть она живёт. Вот, и всё, как только переругались, непонятно, со мной стало что-то происходить опять. Я стала худеть, врачи смотрят, ничего не находят. В туалет я через раз стала ходить, вообще стала, ну, не ходить, я не понимаю, что-то со мной стало происходить. Молиться стала. Две недели я молилась, чувствую, что у меня уже вот так дыхание отходит, непонятно, что со мной творится. Молилась, молилась, батюшки молились, всё. А в туалет-то непонятно, что. Ну, и потом меня мама давай возить везде, искать, и вообще думаю, ну, что, вот как вот, что сделать. Здоровье не налаживается, только всё хуже и хуже. И мне уже знакомы сказали, надо, говорит, на отчитку ехать. Ну, отчитывать, чтобы это какое-то одержание или что-то, я и не знаю, как поступить. Что, читала магию чёрную или что? И практиковала, что, чем вообще занималась, колдовством каким, чему прибегала? Вот до того, как мне в храм пойти, я, ну, иногда вот читала с магией связано там было. Ну, на свечку там, на вот это вот, ну, никому в зла я не желала, никого не проклинала. Всё делала во благо. Ну, как они мне, он мне как объяснил, что он сказал, а ты в курсе, что молитвой тоже убить можно? Вот так он мне стал говорить. Потом он говорит, кто-то заговорами лечит, а кто-то молитвами убивает. Он мне начал вот так говорить, вот я думаю, что это такое вообще непонятное. Стал отводить, а ты, говорит, в курсе, что в храмах, говорит, там не причащаются, а типа, как же он мне сказал-то, а типа похмеляются там батюшки, вот так начал меня, ну, подавлять меня. Потом стало такое, что вообще началась какая-то телепатия от него мозгой. Думаю, что такое? А потом начало, начало у меня на совести, вот ты не так поступаешь, ты с людьми, ты людей как-то, молитвы нельзя читать. Это то нельзя читать. Я специально начал молиться ещё больше и больше и больше. Вот я в храм хожу, я не, ну, это ещё когда к нему я приходила, он мне так говорил. Я, говорит, в храм хожу, а сам, говорит, ну, не исповедуйся, не причащайся, потому что это, говорит, мне не надо. Ты что, не видишь, какие, типа, батюшки кривые там туда-сюда? Они болеют, они вас вылечить не могут. Может, вы сами попадаете. Я думаю, меня в какое-то заблуждение стали водить, и после этого я стала раскаиваться. Думаю, да что такое, что со мной происходит непонятное. И вообще-то какой-то был тихий ужас. Я думаю, я в себя всё вымолила, было нормально. Четыре года нормально в храм ходила, и тут мне надо было вот так вот попасть к этому мужчине. И он, прямо вот они, вот эти вот, ФСБ, они ненавидят, они говорят, мы ненавидим вас, христиан, ну, что вас, типа, убивать надо. Вот так. Он меня... А это священник, батюшка, посоветовал идти к нему, да? Я батюшка посоветовалась, я сказал, батюшка, можно я пойду, мне человека посоветовали, сказали психолог. Я-то думала, психолог, он поговорит со мной, так как, ну, не могла решить, почему мне с бывшим мужем не получается. Ну, он постоянно мне как бы, как сказать, я не знаю это объяснить, ну, в мыслях появлялся, пытался как бы помириться со мной. Батюшка говорит, почему не хочет помириться с бывшим мужем? Я говорю, я не хочу, потому что с ним неправильный образ била. Я как бы поклялась Богу, что я буду ходить в храмы, и я не хочу семейной жизни, я хочу больше, ну, в храме, ну, как вот, молиться, да, вот это вот. Мне, семейная жизнь, ну, не для меня, что нету в ней спасения. Вот так я сказала. И все батюшки меня поняли, а потом, когда я, до того, как я, ну, в четыре года перетерпела, конечно, на меня были нападки, и Господь показал мне вот то, что как ад вот этот вот, я как увидела, мне стало страшно, испугалась то, что вот эти вот чудовища, и то, что, оказывается, через ад мы только через страдания проходим, через Христа, то, что вот какой у тебя крест, такой ты через него и проходишь. А люди мне не верят, они меня, ну, мама тоже начала меня как бы не поддерживать, говорю, почему ты у меня такая, вот у тебя с головой не всё в порядке. Я говорю, почему, я говорю, правда, ад существует, люди туда уходят, говорю, и говорю, это страх, это вообще, это люди занимаются всей этой магией, всё это же опасно, говорю, перед Богом столько вымаливать надо, чтобы всё это простило. А Господь нас прощает за всё и показывает даже ужас какой-то, как они подавляют нас и хотят нас убить. Понятно, всё это так. Это происходит от того, что люди не имеют Духа Христова, внутри себя Духа Божьего не имеют. Мир наполнен всевозможными Духами. И они предлагают себя в качестве потребления какого-то. Вот и человек выбирает, с кем ему удобно. А Духа Христова, конечно же, отвергают, потому что Дух Христов – это труд, это работа над собой. Вот это постоянное старание. Человеку кажется, сейчас я пойду в храм какой-то, да, найду какого-то батюшку, и все мои проблемы решатся. Конечно, это не так совершенно. Храм – это всего лишь небольшое приложение к жизни христианина. Основная задача человека – это изменение внутри себя. То есть, что значит изменение? Это принятие Духа Христова, который он предлагает, который предлагает Господь. А чтобы принять Духа Христова, надо узнать его и выбрать его из множества духов. Мы идем по миру как бы с закрытыми глазами. Часто человек ошибается. Часто даже человек желает принять Духа Христа, а вместо Духа Христа принимает Дух Антихриста, потому что Дух Антихриста очень хорошо маскируется под Христа. Мы Богу ничего дать не можем. Господь пришел на землю, чтобы предложить нам. Он не настаивает даже. Он говорит, кто жаждет, иди и пей. Он всего лишь предлагает Царство Небесное, а мы уже выбираем. Ну да. И вот когда я людям рассказываю, говорю, они мне, почему ты не пьешь, не куришь? Я говорю, да, нельзя это, это все, говорю, от бесов. Это все ужас какой-то творится. А мне почему ты вот, ну, с интимом там, я говорю, мне это не нужно. Я говорю, вы понимаете, вот к чему привело это, к чему это пошло, то, что Господь же сказал, не ходить мне, не надо было это все. А потом я просила, Господи, я говорю, если, чтобы мне не перепутать, чтобы, ну вот как вы говорите, Антихрист, я просила Божью Матерь, что потому что бесы, они же боятся Божьей Матери, они не могут в нее воплотиться, как-то перевоплотиться. И просила, чтобы она мне помогла. И мы с мамой вдвоем даже молились, и у подруги была, вот пришла, и говорю, непонятно, что со мной творится. Она говорит, ну ты ложись спать, я говорю, не могу лечь. И всю ночь вот так молилась, молилась, да что с тобой, говорит, такое происходит. Я говорю, я не могу уснуть, меня как будто вот вытягивает, и воздух уходит, и я задыхаюсь, и дышать не могу, и что это такое. А он меня постоянно, этот вот мужчина, когда мы с ним разговаривали, он, ну я же тебе сказал, почему ты не хочешь заниматься опять тем, чем ты занимаешься. Я говорю, я не буду, это против Бога, это наказуемо, это бат, уйдешь сразу же. И все, и потом много людей слушала, в интернете смотрела, что с моим было схожее. Также после, когда причастие исповедовалось и причащалось, у меня дома было такое, что я легла спать, и меня начало сдавливать. И так сдавливать, что очень сильно. И происходило непонятно что-то, а потом говорит, тихо, тихо, Ален, не бойся. И раз я почувствую, что я из тела выхожу, как лампочка выкручивается, и сижу, и чувствую, что тело-то не чувствует, а духом сижу, и смотрю, и смотрю, как бы, что я хочу сказать, и забыла, что я верующая была, что у меня единственное, только поняла, что вот любовь, и что вот родные, и поняла, что если бы я сейчас умру, у меня ребенок и мама, как они без меня будут жить? И стала просить, просить, как бы простя, ну как мне вернуться, как вернуться? И Господь услышал меня, но я не чувствовала, видела только вот, что разные краски, ну бесов, и Господа я не видела. И обратно выкручиваться, вкручиваться в тело начала, и единственное, то, что увидела духовными глазами, что из меня какой-то шарик вылетел, был темного цвета, с белого, и все, и потом, когда вернулась, тело мне стало легче, и нормально, но потом, когда опять я попала вот к этому мужчине, опять вот это началось, и непонятно творится, и страшно, и теперь не знаю, что делать, врачи все смотрят, не находят, все говорят, что у меня, ну, врачи посмотрели, неврологи, психоневрологи, сказали, я у вас шизофрения никакой не вижу, вы вполне адекватный человек, я говорю, что это со мной такое, почему у меня так, что это творится, потом сегодня опять закрываю глаза, опять вижу, темноту, вот это вот, как они маме объясняют, как вот, не знаю, как это объяснить, вот как вот ад описывают, да, люди, вот то же самое, чернота какая-то, люди в ямах сидят, и они говорят, вот я пил, курил, там, блудил, вот я здесь оказался, я думаю, то что такое, и вижу себя, как бы, ну, как есть вот сейчас я, только в белой какой-то, ну, белой рубашке, и Господа, видела Иисуса Христа с собой, и он говорит, смотри, вот смотри, и он показывает мне, а то я не понимаю, почему он мне показывает, что это значит, и мне, маме, говорю, мама, я говорю, какие-то пытаются на меня, на действия, что отречение меня заставляет, ну, отрекаться от Христа, я говорю, нельзя это такое, я говорю, от веры, все, ну, начинают на меня наседать, ты видишь, ты же болеешь, где тебе Бог помогает, я говорю, я не буду, это грех большой, нельзя от Господа отрекаться, и все на меня сполчились, стали меня гнобить, издеваться надо мной, что я вот так вот, ты часто говоришь, называешь грехи пить, курить, грудить, вот, к примеру, да, ну, это грубые, плотские грехи, вот, то есть, об этом знает любой, ну, школьник, любой ребенок должен знать, что это плохо, да, пить, курить, грудить, там, смирнословить, это плохо, это грубые, ну, страсти плоти, вот, но есть более тонкие грехи, иногда человек даже не распознает их в себе, он живет, ему кажется, что это норма, а по сути он грешит очень серьезно, вот, и ты себе вопрос такой задай, а все ли я знаю о себе, то есть, может быть, я делаю то, что Господу не угодно, да, ты отказался от грубых, плотских вот этих страстей, вот, может быть, что-то есть такое, что внутри тебя, может быть, мысли какие-то, от которых ты не можешь избавиться навязчивой, может быть, ты осуждаешь кого-то, может быть, забыть не можешь кому-то зло какое-то, вот, исследуй себя, понимаешь, поэтому христианин, который хочет, чтобы в нем жил Дух Христов, он готовит путь Богу, готовит место Богу в сердце своем, потому что Бог может поселиться в сердце, в котором только чисто, в котором нет греха, христианин приходит к другому христианину, тому, который хотя бы немного знает его, вот, и спрашивает у него, брат, расскажи мне, что во мне не так, то есть обличи меня, скажи, чем я согрешаю перед Богом, потому что, ну, человек сторонний всегда лучше нас видит, да, наше положение, вот, ну, по своей гордости люди часто не принимают обречения, очень часто делают вид благочестивого, достойного человека, а внутри себя согрешают, как апостол Павел писал, что открывайте грехи друг перед другом даже, то есть мы должны находить в себе и открывать, тем самым мы избавляемся от грехов, вот, не прятать внутрь себя наоборот, открывать их, по большей части Господь сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными, а свободными от чего? свободными как раз вот от греха, вот от этой тяжести, которая у тебя сейчас на сердце, а освобождение происходит через знание, а знание находится в Евангелии, в Писании, в Писании называется живое словесное молоко, ты знаешь Господа, знаешь Христа, ты знаешь Его жертву, которую Он за каждого из нас принес, да, теперь нужно принять Его в сердце свое, то есть поселить внутри сердца своего вот такого маленького младенчика, вот, и потом начать его скармливать вот этим живым словесным молоком, то есть внутри себя, как написано в Писании, что уже не я живу, но живет во мне Господь, Бог во мне, а я в Боге, понимаешь, вот такое единение происходит, ты ходишь сейчас и не знаешь выхода из положения, а выход единственный, это принятие Бога внутрь себя, конечно же, это вот священники современные, большинство, они не знают того, что они сами не читают, они не знают истины, они занимаются только обрядовой стороной служения, они служат, научены вот этим обрядом, а всему другому они, людей не учат, они рождены от Бога, эти священники, профессия какая-то священника, а священник не должен использовать вот свое служение как профессию, это духовное служение должно быть, почему они тебе никто не сказал, что надо родиться от Бога, что надо читать Слово Божие, тебе кто-нибудь сказал, что надо читать Писание? А настоятель мне сказал, вот Ксению Петербургскую, я хожу постоянно в храм, там настоятель Александр, вот он мне сказал, читай почаще Евангелие, я читаю, начинается ужас, когда было такое нападение на меня, вот прям до жути, были даже синяки у меня на теле, что я-то знаю, что дьявол существует, что бесы существуют, как они выглядят, было такое, что до такой степени, вот молилась, что нападала, что увидела прям эту страшную морду, такой ужас, я людям объясняю, не надо заниматься, не занимайтесь вот этой всякой ерундой, которую вы делаете, это все от темного, от сатаны все это, он ненавидит нас, он хочет нас убить, только Господь помогает, Божья Матерь, святые, святым надо просить тоже помощи, они тоже ограждают нас, и вот они как вот, вот эти вот темные, они как, я не знаю, вот я на работе, когда работала, ну не болела, нормально все еще чувствовала, постоянно на работе молилась, все знали, что верующие меня приняли нормально, мне все было хорошо, постоянно на работе молилась, просила Господа, чтобы для работы, и для себя, и для спасения души своей, и постоянно вот эти гадатели откуда-то вылазили, цыгане какие-то, и вечно видели, вот около тебя Матрона Московская, и пытается, и завлечь, и как-то это, и вот всяко разное, они человека, вот которые с Богом, они постоянно пытаются отвести. Видишь, ты еще боишься его, ты боишься, как бы, что он лишний раз нападет на тебя, а бояться нельзя его, его надо побеждать, не бороться с ним, а побеждать его, а побеждать его можно только через собственное исправление. Я же еще раз говорю, найди, найди в себе изъяны, потому что если на тебя идут нападки такие, значит, есть что-то, то, что не дает Господу поселиться внутри тебя. Понимаешь? Ты говоришь, что ты православная, да? А почему креста у тебя нет? Ну вот после того, как началось вот это все, я крест сняла, мне стало страшно, и непонятно почему-то. Одеваю, у меня начинаются сильные нападки, и вот, вот, правда вы сказали, что страхование, мне даже батюшки говорили, мама мне говорила, я одень крест, я говорю, я не знаю, что со мной такое происходит, одеваю, а мне вот холод какой-то идет, холод и страх, и мне кажется смерть, вот, я не могу, мне аж, вообще, что это со мной происходит, а батюшка сказал, это, говорит, одержимость, надо на отчетку ехать, на, а у нас это только, если ехать, это в Абакан, а там столько денег надо, у нас сейчас я не работаю, так как я заболела, а мама у меня на пенсии, и ребенок маленький, 8 лет в школу только пойдет, с бывшим мужем, он мне не помогает, и все, и вот так вот. Не надо никуда ехать, ни на какие отчетки, сейчас никто нигде, никого не отчитывает, они если только еще одного беса посадят тебя, и все, надо найти общение с живым Господом, вот, самой найти, понимаешь, не искать посредников, не нужны посредники никакие, самой, только самой, и не бояться сатаны, понимаешь, он ничто вообще, он только страх, страх, который к тебе будет подходить, это его инструмент, которым он тебя унижает, и под себя подминает, сделай все, делай через этот страх, молись Богу, как подходит, подходит страх, вот этот, тут же начинает читать, да воскреснет Бог, ты знаешь эту молитву? Да, конечно, у меня есть символ веры, 90-й псалом, и все, я прям наизусть все знала, сейчас как вот... Все, все, и начинай, понимаешь, не со страхом читай эту молитву, а с повелением, с таким, с голосом еще и душу свою, смелость поселит, твердость, скажи, сатана, я знаю Господа, я знаю Иисуса Христа, именем Господа, отойди от меня, сатана, понимаешь, повелевай Ему, не сюсюкайся с Нему, повелевай Ему, Он страшный только в своих вот этих фокусах, в своих подходах Он страшный, а по сути Он ничто, понимаешь, Он всего лишь мерзкое существо, мерзкий дух, Он нам ничего не может сделать, ничего плохого не сможет сделать, если будет у нас Господь, если будет у нас Христос. Мы одним словом, одним только повелением можем отогнать Его, не трепещи перед Ним, Он через это власть над тобой имеет. Страшно было маме, говорю, вот пойдем поедем со мной, мам, ты со мной в храме постоишь, потому что мне плохо. стояли, исповедовалась, батюшке рассказала, вот так, я говорю, что умираю, нет, все хорошо, будем бороться, мы победим, все будет нормально. И не сонно, вот глаза закрываю, вижу небо, и я стою, и Божья Матерь, батюшке рассказала, и Иисуса Христа, и вот Евангелие, и Крест, и что я исповедуюсь, исповедуйся, ну Господь показал, что надо исповедаться, значит надо правильно искать вот то, что вот эти грехи, которые, через которые темные вот эти действуют на нас, что они крутят и в страхе вводят. Я знала, что раньше до этого, но когда вот попала, я не думала, что в органах ФСБ они вот таким вот промышляют, что они людей подминают, и он меня подмять хотел под себя, чтобы я делал так, как он хотел, а я сказала, что нет, я с Богом, я не буду этой гадостью заниматься. Послушай, а почему ты так зациклилась на нем? Доставь его, выброси от головы, было да было, все, зачем ты заново переживаешь это? Ну вот этот вот, как это, вот этот опыт встречи, знакомства с ним, выброси его вообще от головы. Зачем он? Ну было и было, покайся в этом и забудь. Ну вот за время общения, видимо, Господь открывает, в чем твоя проблема-то. Все твои проблемы и есть в страхе. Страх сам по себе есть смертный грех. То есть страх относится тоже к страстям, к смертным. Через этот страх он и имеет влияние на твою душу. Вот Господь говорит, не бойтесь, не бойся, не бойся, но веруй. Понимаешь, через страх ты отвергаешь веру в Божию, то есть ты не веришь в силу Господнюю. Вот, если ты боишься, то ты поклоняешься дьяволу в таком случае. А это испытание, да, вот такое у меня сейчас вере? Это никакое не испытание, это твой порог. Это грех твой. Ну да, вот с этого у меня все началось, со страхов как раз. Потому что я бесперестанно исповедовалась, 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 а страх все оставался. Мне даже прихожанка в храме сказала, что это страхование идет, что надо от этого избавляться, чтобы не бояться. А мне постоянно страх, что я Богу больше грешу, грешу, и неправильно поступаю, и вообще какая-то грязная вся, и меня, мне кажется, что у меня еще больше, больше вот этих грехов на мне. И пообщаться не с кем, думаю, так пообщаешься, расскажешь все. Ну вот, сама же виновата, что вот так вот пошла, что не видишь. А я в людях, ну не могу, я вот рассказываю, я такой человек, что открытый, что не вижу я в людях зла, ну не знаю, я не могу это объяснить, я не понимаю, но вот такой я человек, что смотрю, вот в храм, когда стала ходить, так у меня вообще вот ко всем вот любовь, я не понимаю, почему люди вот так вот ходят, обижаются, злятся на кого-то. Маму ругаю, маму говорю, нельзя никого проклинать, маме, когда сказали, что мне, как на смерть там сделали, маму говорю, да ты не злисься, я говорю, сама им пойду, свечку поставлю, говорю, это грех, нельзя, и тут встречаем на улице батюшку, я говорю, вот надо как раз к батюшке подойти, поговорить, батюшкой поговорили, он маме все объяснил, она успокоилась, вот сказал, какие молитвы, я говорю, видишь, Бог помогает, чтобы ты, я говорю, ты в крещении еще родилась, 19 января, я говорю, не надо это, и мама, она говорит, я никого не признаю, я только Бога признаю, что Бог только помогает, остальное все равно, говорит, ничего не помогает, никто это, это все, это эти шарлатаны, вот так вот, и постоянно, говорит, ну почему так случилось, почему ты заболела, как вот теперь, вот инвалиду, говорит, живут, а ты вот, почему у тебя руки, ноги есть, я говорю, да я не понимаю, у меня тело все немело, холод какой-то пошел, я говорю, не понимаю, вот как мне найти, в чем идет причина, а потом поняла, что вот эти страхи, надо перебороть их, и не бояться, и главное, чтобы не воздействовал на меня, через страхи же, получается, депрессии, какие-то уныния, до этого никогда не было, ни депрессии, никаких уныний, ни слез, думаю, вот люди же побеждают, это все, надо же как-то бороться, и сказали же, сейчас будет тяжело, эти паспорта с тремя шестерками, маме сколько, друзьям рассказывала, верующие, вот у нас тоже приезжали, друзья наши, я говорю, а вы знали, что это паспорт с тремя шестерками, нет, говорит, мы даже не знали, я говорю, вот как вот так вот получается, а мама, ну как вот верующие ходят, а почему они в психбольницы попадают, это непонятно, почему у них с головой не все в порядке, я маме говорю, вот надо исповедоваться, причаститься, она говорит, я боюсь, потому что на меня начнется нападение, я не хочу, говорит, потом в психбольницу попадать, как вот много знакомых, говорит, попадает, я говорю, потому что боятся, наверное, страх у них, вот это идет. А избавиться надо от всего стороннего, только в Господе находиться, вот это же, понимаешь, сейчас опять идет, вот с этими шестерками, с чипами, это же из, можно сказать, из той же оперы, это и нужно сатане, неужели люди думают, что сатана перед ними сейчас откроет свои планы, вот кажется человеку, да, я все знаю, там я не приму начертания, начертания примут все, как написано, и поклонятся им все живущие на земле, те, кто не записаны в книгу жизни, все поклонятся сатане, надо стремиться к тому, чтобы стать Божьим, чтобы стать записанным в книгу жизни, когда человек принимает Господа в свое сердце, Господь благословит его на всех путях его, на всех путях человека, он и не даст ни начертания, ничего, он избавит от всего, Господь, он победил смерть, он победил грех, он победил все страхи, чего мне бояться, мне Господь предлагает Царствие Небесное, все, я живу только этими мыслями, понимаешь, а кто хочет, кто хочет сбить меня с этого пути, я именем Господа отгоняю его, я говорю, отойди от меня, я знаю свой путь, мой путь Царствие Небесное, ты хочешь помешать мне, у тебя не получится. И вот сколько раз видео тоже помолюсь и так своими словами, говорю мысленно, но в основном я молюсь вот так внутри себя, мне так легче с Господом, и видела вот, вот как описывают голову, да, смотрю, вижу, что стою у креста, и вижу ноги Господа, и вот так кровь, и думаю, что это Господь мне показывает, и креста люди говорят, что вот вы кресты на себе носите, вы смерть носите на себе, что страдания, а Господь Он живой, а вы страдания носите, а страдания, это же как раз победа над грехом, и Господь как раз вот показывал мне, что вот за эти страдания, как Он страдал, как Его привили, и как вот это, а мне никто не верит, я говорю, почему вы мне не верите, вы думаете, что у меня с головой не всё в порядке, объясняет мне, что как-то пытается, я говорю, сколько меня уже лукаво пытался убить, и в детстве меня так же, я упала, и в воду чуть не улетела, и увидела, что оказывается меня ангелы-хранители спасли, два ангела-хранителя, мне Господь так показал, что Он меня спас, и постоянно вот это вот на меня нападки, такие ненависть, что вот христиане, да у вас такая вера, что это неправда, я говорю, как если через страдания, как раз мы проходим через крест, вот крест белый, вот ад, он так вот идёт, две параллели, и крест он прямо, да, вот и мы через этот крест идём, через это спасение, через страдания, сколько мы страдаем, сколько мы переживаем, как Господь страдал, да, терпел на кресте и сказал, что я не буду, я не злюсь на вас, мне даже вот приехали родственники мои, они мне стали говорить, что вот бывший муж его, то, что он не помогает, его покарает там, ну что, я говорю, нельзя такое желать, нельзя никому зла желать, это грех, говорю, зачем вы это говорите, нельзя такое вообще, за каждое слово, за каждую вот эту мысль, мы всё-всё отвечаем, зачем вот это вот, ну, и брат мне говорит, вот у меня кардиостимулятор на сердце, я атеист, я, говорит, ну, не верю в это ничего, и это просто самовнушением, ну, вот так, я говорю, как, я говорю, вот самовнушением, а около тебя, говорю, ангелы-хранители, Господь тебя храняет, хоть ты вот так вот ведёшь, как атеист, но человек ты хороший, говорю, Господь тебя любит и ограждает, и как бы ни было, он всё равно нас любит, даже атеисты, или веры какая-то другая, любит нас, и хочет нам добра, и спасти нас всех хочет. Ты много очень говоришь, ну, то о матери, то о брате, то о каких-то людях, вот, ну, как правило, это в сердце твоём находится, потому что, если ты говоришь об этом, значит, ты это переживаешь, вот, я тебе предлагаю, всего этого пока, отложи всё в сторону, вот, не думай ни о ком, не думай ни о ком, кроме себя, если у тебя есть сейчас проблемы, потому что, лукавый, он всеми вот этими, мыслями управляет, то есть, а ты или принимаешь, или не принимаешь, женское твоё сердце это всё принимает, конечно, вот, потому что, женщины, ну, они в большей степени склонны вот к таким разговорам, знаешь, ну, о других поговорить, займись именно, вот, размышлениями о себе, как написано, пусть жёны ваши украшают себя благочестием, но не всякими украшениями, плетениями волос, вот, серги, косметику всякую, макияж, всё вот это нужно отставить, через это, есть поклонение дьяволу, увлечение модами какими-то, всякими вещами, вот этими. Вот и когда у меня испытания эти пошли, я просто пошла после всего и даже волосы обрила, убрала волосы, перестала краситься, убрала ногти, у меня перестала за собой смотреть, мама говорит, почему ты за собой не стала ухаживать, ногти, вот это, я говорю, я не хочу, это всё греховно, потому что я слышала, что даже верующие говорили, что это через это всё, сатана воздействует как раз, я даже вот серёжки снимала, единственное, вот серёжки я брала их в православном, в православной свечной лавке взяла себе, чтобы они были освещены, всё, больше ничего такого не было. Всё это лукавство. Лукавство тоже, да, надо убирать. Всё это лукавство, всё это от сатаны, церковные, нет никаких церковных лавок. Христос, когда пришёл в храм Божий, помнишь, как написано, не делайте дом отца моего, домом торговли, сегодня происходит вот такой же грех, вот эти церковные лавки. Всё это кощунство и издевательство над домом Бога. Нет никаких серёжек освященных. Всё это от сатаны, всё это от лукавого. Это суеверие, получается? Конечно, суеверие. Всё это поклонение дьяволу. Вот оно всё и попало всё как раз. Понимаешь, я от себя стараюсь не говорить ничего, но то, что говорит Бог через слово своё, написано, где богатство ваше, там и сердце будет. Это о чём говорит? Человек в большей степени прибегает туда, где ценности его. И вот спроси у себя, а где моя ценность, да? Если моя ценность вот в этих серёжках, я отрезаю вот кусочек сердца своего, отдаю на эти серёжки, да? Вот и кусочек сердца туда отдаю, туда. И понимаешь, мы миру раздаём по кусочкам вот это сердце своё, а Христу не оставляем его. А Христос говорит, отдай мне сердце своё целиком. Понимаешь, Христу нужны мы полностью, мы целиком нужны Христу. Нельзя служить Богом господам. Поэтому даже не думала, я читала, что будут гонения, но я не думала, что на меня начнутся вот эти гонения, что меня начнут от веры отводить, говорить мне, что вот не надо, что надо отходить, надо этим... Христианство, они уже начали приписывать, что христианство — это к чёрной магии, шаманство, говорит, что мёртвым поклоняетесь, причащаетесь, это как к чёрной магии причащения, начали меня пугать, что я Бога, наоборот, ещё хуже порочу. Вот такими словами. Ну, понимаешь, в какой-то степени они правы. Потому что сегодня в большинстве своём идут с теми мыслями, идут с тем сердцем, вот именно, ну, понимаешь, как в магии какой-то, человек думает, что я сейчас к этой иконе подойду, да, и икона мне поможет, что вот икона помогает, или мощи помогают. Вот, потому что, поэтому это и есть шаманство, и тут надо правде в лицо смотреть. Конечно, это всё священники, опять же, покрывают это всё. Если одна Божья Матерь, да, если Богородица одна, вот сама подумают, по сути, зачем существует больше тысячи образов? Человек, допустим, он пьёт, им нужна определённая икона Божьей Матери, Богородица одна, зачем тебе именно эта икона нужна? Значит, получается, он иконе молится. Ну да, и о маме, мы с ней сколько разговаривали, я говорю, вот как так получается, вот пишут, да, я чёрный маг, а у него распятие. Я говорю, ну вот как они, вот иконы там стоят, приходишь эти всякие, знахари, не знахари у них тоже. Как это получается? Значит, они не боятся этого? Значит, они не боятся ни распятия, ни икон? Как так получается? Они боятся только слова, живого слова и исполнения его. Они боятся, когда человек начинает побеждать свой грех. Через эти грехи они питаются нашей энергией, питаются вот нашими страхами, прочими вещами. А когда мы начинаем побеждать тот же страх, да? Мы их лишаем пищи и враги домашние. Потому что сатана, через домашних, более всего подходит к христианину. Потому что кто нас больше всего знает, кроме наших близких, кроме наших домашних? И это не они делают, это делает так сатана, и Господь ему попускает. А попускает, чтобы испытать веру нашу. То есть надо, опять же, надо видеть в этом Бога, что это от Бога происходит, чтобы мы укрепились, вере наше избавились от грехов, очистились от грехов. Поэтому с домашними не войну надо вести, а видеть в них источник, ну, инструмент Божий, можно сказать. Поэтому, Ален, один выход, который я вот тебе предлагаю, это Писание, это живое слово, возьми, начни читать его, причем беспрестанно, не просто читать, а изучать его, понимать. Сегодня в интернете можно найти толкование на Евангелие. А вот эту святую воду пью, мне сразу легче становится, вообще я аж не могу. Вот прям, и вот сегодня я слушала про Матрону Московскую, говорю, маме слушаю, говорю постоянно, вот про святых, мне облегчение становится легче, и я даже не думала, что вот так вот меня просто возьмут и разберут по частям, что вот так вот получается, значит, у меня была вера слабая, раз меня так разобрали, страхи выгнали, и вот к чему привело это все. Это, знаешь, это можно назвать, опять же, не слабая вера, а мало знаний. То есть страхи от чего? Потому что человек не знает, понимаешь, неведомый ему пути, он попадает, когда в новое место человек, но любое живое существо на новом месте, он всегда чувствует дискомфорт, страх какой-то, боязнь. Вот и когда подходят вот эти новые ощущения, мы не знаем, что это за ощущения, мы их боимся, мы не знаем, как поступать, но через это лукавые тебя искушают. А когда ты знаешь Слово Божие, когда ты знаешь, лично знаешь Господа, когда Господь внутри тебя живет, Он ограждает тебя от всякого покушения, скажи, Господи, я хочу, я желаю, чтобы ты жил в сердце моем и управлял, управлял моей жизнью, потому что я без тебя ничего не могу делать. Вот так ему скажи, понимаешь, пожалуйся ему. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, примененные, и я успокою вас, говорит Господь, придите ко мне. То есть, откройте сердце свое для меня. Много посвящать и распыляться не нужно. В большинстве своем искать, я имею в виду в поисках святости, святынь каких-то в поиске, да? Потому что человек, опять же, распыляется и мало уделяет времени Господу. Богом надо находиться все время, все 24 часа, а может быть, и все 25 часов. Как написано, спите, едите, делайте все, что угодно, но делайте во имя Господа. То есть, все с Богом творить. Сегодня мода пошла на Матрону Московскую. То есть, еще 20 лет назад это была Ксения Петербургская. Такой же бум точно был на Ксению Петербургскую, да? Сегодня о Ксении и Петербургской забыли. Сегодня в моде Матронов. Все Матроны, Матроны. А это для чего? Это опять же лукавые делают, чтобы люди не молились Богу. Понимаешь? Чтобы не было посредников, надо сразу с Господом общаться, потому что... Это не то, что посредники. Святые для нас выступают как пример всего лишь навсего. Понимаешь? Мы должны в них видеть пример как пример их жизни, их жития, как называется. То есть, как они посвятили себя Богу. Ну, сейчас вот раскрутили по центральным каналам где там Матрона, Матрона, и сегодня православный Иисус не сходит это Матрона. А Боги никто не говорит все о Матроне говорят. А почему? Потому что этот образ раскручен, понимаешь, в сети раскручен. Ты спросил себя, откуда у меня такое влечение к Матроне опять же? Откуда он меняет? Реклама по центральным каналам. А на центральных каналах кто там понятно, что за двух там выступает. Все делается для того, чтобы от Господа людей отвезти. это неплохо, я же повторяю опять. Святые это неплохо. Как написано в Писании, что подражайте наставникам вашим. То есть взирая на жизни, после смерти подражайте им. Вот и читая «Жития», мы просто уподобляемся, да, мы как бы стремимся и к жизни, к учителю. Но обращаться как к Божеству это ни в коем случае нельзя. Опять же к тем же мощам, да, что такое мощи. В мощах строились храмы. Мощи это тело, это цельное тело, которое не гниет, не тлеет. Сегодня где-то видела мощи. Привозят какие-то косточки, какие-то останки там, понимаешь, и выдают это за мощи. Я про это и стала говорить, потому что раз так начали люди говорить, что вот эти к мощам прилаживаются, то, что как магии связано с причастием, то, что непонятно, что творится. И в чем-то они же правы, что мы вообще отступили от веры, что непонятно сразу же какие-то трудности уже и вот у меня все плохо, начать я тогда не буду там, я, например, буду там, не буду поклоняться там одному, я буду поклоняться другому. Вот из-за этого идет какое-то непонятное, что все заблуждение вводят в какое-то и уводят и уводят от Христа-то. Мне постоянно вот Христос, кто это говорит мне? Ты читала, говорит, это Мессия. Я говорю, как Мессия, если бы я это все видела? Говорю, Господь это это Сын Божий. Я говорю, как вы так можете говорить? Господь сказал, Бог сказал, что кто не примет моего Сына, того я не буду принимать, того я не приму. Как вы так вообще можете? Христос это дверь, Он говорит, никто не входит к Отцу, как только через Меня. Богу попасть можно только через Христа. У нас единственный Спаситель, Он так и называется, Спаситель Мира, Богородица Пресвятая и Святые это наши братья, которые находятся на небесах, наши братья и сестры. Вот когда я первый раз исповедовалась, у меня была первая исповедь в 2015 году в августе, когда батюшке все рассказала, не знала, говорю, меня привели, меня потом оттуда уводили, правда, это было тяжело, первый раз меня друзья привели когда в храм и прилаживали меня к иконам, все у меня, я говорю, я не буду, я не буду прилаживаться, ну мне сказали, что что-то с тобой не то, приложили, я заплакала, мне стало легче, потом я говорю, привезите меня пожалуйста еще в храм, я исповедуюся, причащуся. и вот когда я первый раз исповедовалась, у меня было от мужа аборта один, я все батюшке исповедовала, легла спать и увидела Иисуса Христа в первый раз, когда я думала, господи, какой же он красивый, он не такой, как на иконах, он себя показал, это неописуемо, и увидела ребенка своего маленького, и думаю, нифига себе, я думаю, это правда, это значит, существует, Господь есть, и Он забрал душу, он оказывается, когда мы покаяние чисто, искренне все исповедуем грехи, то Господь обязательно эту душу заберет, если в она же, говорят, в аду же попадает, в ад, если от аборта, и все, и я увидела его, они такие радостные были, веселые, и мне так передалась эта радость, было так хорошо, и я до сих пор все это помню, и помню, вот как Господь показывал, когда увидела я и я Бога просила, чтобы Он мне показал мои грехи, чтобы нашла я все эти грехи, сердце вытащила, и чтобы Господь меня полностью наделил, чтобы Он был в сердце, и когда я видела, как вот это вот, как мучают, мучают, да, вот люди, ну, я не видела полностью, как людей мучают, а только видела, что когда он, меня вот эта вот темная сторона, как Он говорил, вот эти бесы, они говорят, из-за чего они меня, я ходила в храм, они меня материли, были такие маты на меня, вот опять, говорит, пошла исповедоваться, опять, ну, такие, вот такие злые, такие зглые, голоса, это, ну, пугали меня, но ничего воздействовать не могли на меня, я говорю, вот как хотите, так и воздействуют, и все, как батюшка говорит, Господи, помилуй, Господи, помилуй, всегда говорит, повторяйте слова, чтобы мыслях они только не появлялись, как мысль прошла дурная, сразу же, говорит, Господи, помилуй, батюшка сказал мне, что надо постоянно повторять, чтобы они на мысли, на голову, не воздействовали, чтобы голова была на месте, чистая, чтобы вот этих страхов ничего не было, вот, и вот последний раз, когда я, вот это у меня случилось, я думаю, что это такое со мной вообще, как спасаться теперь? Праведник едва спасается, в принципе, человеку невозможно спастись самому, по себе, у Господа тоже спросили, а как Господь рассказал, что тяжело спасаться, а у него спрашивают, а кто же тогда может спастись, а он говорит, человеком это невозможно, но возможно Богу, то есть, понимаешь, Господь избирает, опять же, людей для спасения, и избранный Божий человеку, он всегда это чувствует, у него поселяется радость в сердце, у него поселяется покой, страх Божий поселяется в нем, боязнь потерять Бога, боязнь потерять вот эти отношения с Богом, вот этого, вот этого чувства надо искать, если ты когда-то это чувствовал, постарайся вернуть это. У меня все это было, и счастье, и страхи, у меня, я даже видела, как вот, я людям описывала, не знаю, почему меня Бог до этого допустил, но я видела, рай, он такой же, как вот, почти земля, там такая же трава, я говорю, а вот когда в рай, там такие ворота, говорю, красивые, они вот... Подожди, послушай, ты вот это, никому это не надо, не рассказывай свои видения, никому ничего не нужно рассказывать, потому что все это в большинстве своем, не от Бога может быть. В Слове Божьем написано, что не видел глаз, не слышал ухо, то, что приготовил Господь, любящим его, рая никто еще не видел, наш мозг не способен еще, он не способен не то, что в картинке его увидеть этот рай, он не способен даже понять, что это такое, потому что таких понятий, таких ощущений нет на земле, поэтому все наши эти видения, почитай опять же, святых в интернете набери, допустим, в поисковике, что говорят святые о снах, о видениях, о добытах, все в большинстве святые говорят, что это все не от Бога, все это от лукавого, ты понимаешь, для чего сатана показывает вот эти сны, это опять же, чтобы привести душу, загнать ее в гордость какую-то, человек, который видит вот это, он начинает себя ощущать, ну, как бы выше других чем-то, он говорит, вот я вот такой, вот особенный мне Господь, вот такое показывает, то есть впадает вот такую гордость сатанинскую, понимаешь, поэтому от всего этого нужно отрести, ну, приснилось, да приснилось, мне тоже, мне что-то понесется, и не снилось, но рассказывать, я очень резко, резко, ну, если только для вот какого-то духовного побуждения, для кого-то могу рассказать, вот сон какой-то, а так, чтобы рассказывать, многим людям очень, и христианам, всевозможные сны снятся, красочные, не снятся такие сны, что можно целые сериалы снимать там. А, это фантазии, да, вот это вот идут? Да, конечно, это все, понимаешь, ты вот наслушаешься, допустим, и впечатлишься чему-то, и в фантазиях потом, лукавый дух, он может раскрутить так, что он тебе вот такие покажут вещи. Увлекаться этим ни в коем случае нельзя. У нас единственное, единственное вот увлечение, это только, опять же повторюсь, сердце наше, исследовать вот сердце наше, что в сердце моё, насколько чиста моя, насколько я путь Богу приготовил, только этим заниматься, больше ничем. Ну да. Ты понимаешь, ты понимаешь, что времени слишком мало его, нам кажется, что, ну хорошо, если мы умрем своей смертью, но люди и своей смертью успевают, и они говорят, что я не успел ничего сделать, я ничего не успел, пролетают 90 лет, как миловение ока, и люди говорят, я ничего не успел, жизнь прошла, а что я сделал, для Бога ты сделал. Понимаешь, каждый день, если ты не сделал человек, что-то для Бога, если ты не посвятил этот день Богу, он прошёл зря, понимаешь, мы за каждый день, каждый день дорожить, каждым днём должны, потому что каждый день – это средство для спасения нашей души, каждый день должен быть прожит так, чтобы пришло исправление в душу нашу, то есть чему-то мы должны научиться по этой жизни, потому что эта жизнь, она как школа, как институт, это подготовка к жизни вечной. Так и с вечной жизнью мы не сможем попасть в лучшее место, если мы не подготовимся здесь, если мы себя не воспитаем, а воспитание наше происходит только в знаниях, а знание только от Бога, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, а Слово Божье в Библии – всё. У нас есть одно средство научения. Знакомые. Я вот спросила у православных, говорят, ну, вроде, говорит, нормальное, спроси, говорит, у батюшки, я что-то и не стала, вот такая вот большая, нормальная? В православной Библии 77 книг, у протестантов, у сектантов 60, 56 книг. Вот у меня Евангелие вот такое. Это мне на выставке подарили православные, и батюшка ещё подарил икону почему-то, они мне всё время все это матроны московскую дарят, я так удивляюсь, я говорю, а мне помню, когда на вторую исповедь я пришла, мне батюшка говорит, ну, что пришла, говорит, это, в храм, говорит, я говорю, да нет, я пришла, говорю, к Богу о покаянии пришла, покаяться, говорю, а не в храм пришла. А ты скажи, а когда вот времена часто бывали, да вот и последние сто лет назад все храмы взрывали, разрушили, куда люди ходили, что ж тогда и вера и всякую, что ли, люди собирались и в лесах, и на полянах, и по квартирам, и в подвалах собирались, что он храм. Храм ничего не значит, это всего лишь помещение, Дух Божий, он обитает везде абсолютно, и в подвале он будет обитать, и он сделает это святилищем своим. Вы есть храм Духа Живого. Раньше ещё была поговорка такая в 18 веке, Бог не в бревнах, а в ребрах. То есть, понимаешь, мы есть храм, мы живой храм, у нас должен поселиться Дух Божий. Все говорят, я там служу Богу, я всем служу, я служу Богу, иконы вешают. Я говорю, а как так получается, что сейчас говорю, вот так вот повешали везде иконы, свечки берут, святую воду читают, на освященную воду заговоры читают. Я говорю, да возьмите вы обычную воду, да читайте на ней, зачем на святую-то хулу, что ли, делают, получается так, оскверняют. Бога Живого не знают люди и не хотят узнавать, потому что, чтобы с Богом Живым жить, это труд, это избавление себя. А люди не хотят избавляться, потому что возлюбили страсти свои, возлюбили грехи свои. Человек, он любит, понимаешь, он любит осуждать, он любит говорить о ком-то, но вот собираются два человека, у них и тема для разговора, чтобы о ком-нибудь поговорить. А так собрались и вроде и поговорить не о чем, да. Крестьяне собираются для того, чтобы о Боге поговорить, чтобы прославить Бога. А чтобы говорить о Боге, это надо знать о Нем. А все знания, опять же, в Библии находятся и в Духе Святом. Человек не знает ничего, и Духа Божьего не имеет. Конечно, он будет тогда осуждать, потому что у него других интересов нет. Духу Божьему надо дать место в сердце своем, и все. И тогда других тем для размышлений, для разговора как не будет. Только Бог, только Бог, только Бог, и все. Но это слово Бог у тебя с языка и не сходит. Так и крутится Бог, Бог, Господь Иисус, и все, Спаситель. Потому что я Его люблю, я не могу без Него, я минуты без Него не могу прожить. Я так жду встречи с Ним, что силы уже терпения нет никакого. Ну да. Поэтому мне... А мне вот последнее, когда мы с одной женщиной разговаривали, она мне говорит, почему ты, говорит, не хочешь жить в миру? Ты как-то себя ведешь, как будто ты... Ты же не живешь на небе, она говорит. Ты же здесь, а тебе надо в теле жить. А ты как-то... Ну ты думай там, замуж выйти. Я говорю, да зачем мне это замуж выйти? Я говорю, я думаю, как бы мне спастись, как бы с Господом быть. А я вообще, говорю, хотела уйти в монастырь, потому что мне так проще будет, мне так легче, чтобы и спасти себя, спасти свою душу. Они, да зачем это надо, говорит, ну ты... Вот у меня там дети о машинах думают. Я говорю, да мне это неинтересно, говорю, мне это интересно, потому что это все от лукавого, говорю, это мир, этот лукавый, этот... Он трудит всех и под себя подминает. Это все уже через сколько, через это все проходило, это все понятно, тем более, когда я увидела то, что потом после смерти будет, нет, я говорю, я к такому не готова. Я хочу, пока я здесь, быстрее спастись, все вытащить из себя, это все эти грязи греховные. Конечно, плотской человек, он живет во плоти. Конечно, для нее ценность этот мир. А духовный живет в духе. Вот, он по духу живет. То есть, как и написано в Евангелии, что вы не по плоти живите, а по духу. Мы от этого и христианами становимся, что мы по духу Божьему живем. То, что от Бога это духовное, все, что от мира, это плотское. Вот и выбирай, пожалуйста. Выбор, он очень простой, да? Конечно, отвергаться нельзя, всего невозможно отвергнуться. Опять же, машина нужна в этом мире, да? Вот, и интернет. Вопрос в том, как мы используем этот мир. Не любите мир, а не того, что в мире. То есть, в чем? Мы приоритеты должны расставить. У меня есть интернет, хорошо. Я им пользуюсь для того, чтобы Господа моего прославить. Опять же, машина у меня эта есть для того, чтобы Господа прославить, чтобы дела Божьи совершать, кому-то помогать на этой машине. Ну, не для себя же, чтобы ехать на этой машине и, задрав нос другим, показывать, что я круче вас, да? У меня машина круче. Ну да. Это все равно, чтобы грехами хвалиться друг перед другом. А я блудник. О, а я сребролюбивец, да? О, а я сребоугодник. Так же происходит в мире, по сути. Ну да, вот я с одной девушкой познакомилась, она говорит, я с четырех лет у меня бабушка меня в крам водила. И тут, говорит, просто поинтересоваться решила, сходить к шаманам. Я говорю, ты зачем, говорю, ты же в храм ходила. Ну вот, говорит, поинтересовалась, что на себя такое навлекла, говорит, одержимости, говорит. И теперь вообще невозможно. Меня, говорит, отчитывал батюшка, но отчитал, слава Богу. Ну а потом, ну как отчитывал, что какие у тебя грехи пошли и какие ты забыла. И она говорит, у меня невозможно, у меня телефон гаснет, у меня дома все гаснет. Говорит, ночами спать не могу, на транквилизаторах, говорит, живу. Ну молюсь я Богу, не отступаю, говорит. В храм хожу, исповедуюсь, причащаюсь. У меня, говорит, ситуация почти похожая, говорит, с тобой. Но я говорю, ну у меня такого не было, что у меня телефон отключался, свет отключался. И она говорит, я когда начинаю молиться, у меня телефон гаснет, и только одна молитва, 90-й псалом. Все, больше, говорит, у меня непонятно. Транквилизаторы пусть оставит, таблетки вот эти не пьет. Через них сатана подступает. Сатана – это энергия. Она принимает транквилизатор, ну как бы входит на одну волну с этой энергией, понимаешь. И она, возможно, может сама воздействовать на все это. Через эти таблетки она с сатаной соединяется. Ну да, и поэтому я говорю, это не, зачем это говорю. Она говорит, ну меня я пью, у меня спокойствие образуется, мне как-то легче становится, а так я не могу. А я говорю, как ты ведешь? Вот ты же, я, говорит, знаю, что вот я в храм хожу, но я курю. Я говорю, ты сама же знаешь, что курить нельзя. Ну вот пытаясь. Потом, говорит, с молодым человеком, вот сейчас живу, пошли, говорит, в клуб. Я говорю, так нельзя же в клуб ходить, как так? Она говорит, ну вот ногу сломала, сейчас дома сижу, говорит, вот меня Господь, говорит, это наказал, говорит, что вот ногу сломала. И вот эти вот одержимости у меня постоянно идут какие-то. То одно, то другое, то пятое. Я говорю, ну у тебя-то бабушка хоть верующая, ты с четырех лет ходила. Я-то вообще в незнании была, и то теперь мне страшно, по этим всяким клубам все это, вообще-то нельзя ходить. И то вот как попала, пошла к психологу, а оказалось, что не психолог, а вот, ну, связано. Колдун только. Колдавцу везде она сейчас. И все, я говорю, они не лечат, а все это подсаживают, и непонятно, что потом творится. Ну и все она говорит, она сама мне сказала, ты никуда тоже не ходи, не надо. Они, говорит, везде садят, потом такое творится, начинает непонятно, что. И угробить, и непонятно. Я вот единственное не могу понять, вот как они приходят в храм, и за человека могут сорока уст за упокой заказать. Как такое может быть? Магия, все это работает, все это инструмент дьявола. Мы живем, видишь, мы материальные, плотские, а вокруг нас существуют вот эти энергии, всевозможные силы, о которых мы даже и знать не знаем. Ну, как это можно назвать? Еще частота. То есть есть радиоприемники, да? Вот они работают на одной частоте. Есть телефоны, к примеру, компьютеры, они работают на другой частоте. А есть духи злобы поднебесной, которые на своей частоте работают. Вот. И эти люди, у них, опять же, от дьявола есть способность подключаться к этой частоте. И они, подключаясь к этой частоте, начинают сотрудничать с духами. И через эту частоту, через эту энергию, они воздействуют на души людей, которые Бога не знают, которые не защищены Господом. все это работает, все это есть. Ты вот просто вот знаешь о том, что сейчас с тобой происходит. А людей, ты знаешь, сколько бесноватых? Весь мир, все люди пооднокодицы, по властью сатаны, и они этого даже не знают. Они не понимают, что с ними происходит. Бегут то то и к экстрасенсам, то к гадалкам, то к старухам, ко всяким. Вот. А Бога, ты не знаешь, ты понимаешь, ты счастливый человек, ты Бога знаешь. Ты знаешь выход из положения. И люди почему-то в это не верят. Я им объясняю, а я говорю, а как так получается, говорю, вот мы с Таней разговаривали, вот как раз, которая тоже с Крама в четыре года ходит. Я говорю, вот как так получается, люди, вот ты же, говорю, вообще знала, ты же знала, что это Господь, тем более отличать, уже человек должен отличать плохое от нехорошего. Она говорит, ну вот так вот, говорит, я-то просто для, ну ради, говорит, забавы. Я говорю, как так ради забавы там можно идти куда-то, и непонятно вообще это творится. Сейчас говорят, даже и старцев-то найти тяжело, что всяких этих лжепророков, как в Евангелии написано. Конечно, есть святые, говорят, помогают, но кто-то пишет, я в комментариях читала, что вот вы верите, выдала плакулонство, неизвестно, кто вам помог, может это вообще вам сатана, говорит, помог, вылечились вы, а потом он с вас оплату потребует. Ну я сегодня вот комментарии читала. Сатана тоже имеет вот эти свойства, болезни там как-то, ну он не исцеляет, а делает какие-то, можно сказать, маскирует болезни, то есть вводит, умеет вводить тело в такое состояние, которое временно не чувствует вот этих болезней, да, то есть сатана князем мира называется он повелитель над стихиями, над всеми, то есть в мире есть вот эти стихии, как огонь, бода, да, он витраль повелевает всякими энергиями, вот этими частотами, которые на земле, он интернетом этим повелевает, спокойно он может в эти волны вмешиваться, телевидением, душами, животных, спокойно он может в ходить, и также в души людей, которые без Бога, он спокойно туда заходит, потому что люди сами открывают сердце ему, он связан, по сути, сатана, он связан, но он для христианина, для того, в ком живет Дух Божий, то есть христианин легко повелевает сатаной, он просто одним крестным знаменем его отгоняет, и все, но я почему говорю, потому что я знаю, вот об этих страхах, тоже, у меня первый год, когда я травму получил, у меня такие страхи были, что я мать просил рядом с собой спать, понимаешь, такие нападки были от сатаны, хоть и кричи, криком кричи, страхи неоносимые, но я тогда еще не знал, как от них избавляться, и все, а через три года я родился от Бога, родился свыше, и все, и какой-то сатана только начинает приближаться, я на него только отойди, сатана, от меня, и все, ты не представляешь, он убегает, как собачонка, хвост поджимает и убегает. Ну я еще так пробовала тоже делать, когда у меня страхи были, он начинает мысленно на меня воздействовать, я чувствую, что я поднимаю крест, и раз и вижу, что он отходит, вот белый крест у меня постоянно в руках, я чувствую белый крест, и сколько вот я слышала, люди рассказывали, что я вот маме рассказываю, есть даже, говорю, люди падшие, вот не зря же вот есть Каприаны у стене, он же тоже был колтуном, и все-таки они мученики, они, он сколько, он же отрекся от сатаны, и ушел от него, и стал святым, значит, говорю, в житие, если вчитать святых, значит, есть какое-то спасение, спастись, а можно от него, у меня же, я переборола это все, я его переборола, сатану, как он на меня тоже нападал, это было тоже тяжело, страшно, но последний раз, это когда я сходила, это был как, вот это вообще ужас какой-то, у меня тоже было так, что я с мамой просила, мама говорит, у тебя одержание, ты мне спать, говорит, не даешь, сколько я могу это терпеть, я говорю, ну вот так вот дается, говорю, надо терпеть, и говорю, верующим, чтобы не отступать, потому что я слышала монахиня, вот говорила женщина, которая, как же я не помню имя, она сказала, что вот была актриса, а потом она, и он в видениях, как представился, сам сатана, молодой человек, искал ей, ну мне говорит, я тебе, говорит, все дам, ты только мне, говорит, дай, она говорит, что тебе дать, он говорит, ну душу, ну, говорит, забирай, и все у нее, говорит, у меня пошло выходить светлое, и входить в меня темное, говорит, что-то, и я давай всем богам, говорит, молиться, и вот Иисусу Христу помолюсь, говорю, отрекусь от всего, говорит, пойду в храм, буду молиться, говорит, ради тебя, ради во имя Иисуса Христа, только оставь меня жить, говорит, и все, и Господь ее оставил жить, и действительность, это же все подтверждение, почему люди в это не верят, и кто из клинических смертей, и так вот, сегодня слушала, вот это вот, Клавдио Стюжанин, который батюшка, у нее сын, стал, что она три дня была мертвой, а потом Господь ее вернул, и она жила, это же не может быть вранью, это же все подтверждено, В нашем неверии все заключается. Написано, что внутри не верующим будь, но верующим. Быть неверующим – это вообще беда. Я не знаю, не верить в вечную жизнь, да как это возможно, а когда вообще жить-то существовать, да ну как верующим, опять же, я не знаю, что значит верующим, надо не то, что верующим, надо знающим быть. Надо знать Бога, лично иметь знакомство с Ним. Я помню, когда я с храма пришла, молилась и нагрешила сильно. И слышу голос Господа. Опять, говорит, нагрешила. Ну так, не знаю, я не объясню, это голос такой. И говорит, иди опять покайся, это что такое-то, говорит. Опять себя неправильно ведёшь. Нет, надо, говорит, это исправляться. Вот строгий такой голос. И вот, ну, неземной, нечеловеческий. Потому что сатана же, он наоборот против покаяния. Я думаю, нифига себе. И мне никто не верит. И почему? Я говорю, я объясняю, они, ну, никто не верит. Ну, говорит, мы будем этим заниматься мирским. Зачем нам это, говорит, надо? Мы, говорит, а мама мне постоянно, вот, зачем тыкаешься, до старости проживёшь, проживёшь, а потом покаяшься, вся жизнь у тебя, ты же молодая. А я говорю, а как вся жизнь пошёл, а тебя машина сбила, и всё, ты в аду оказался. И всё, и никуда спасения у тебя нету. Как ты можешь, раз, и говорю, заболел, и всё, и покаяние уже бесполезно. Поэтому не приведи Господь вот зацепиться за этот мир и всячески, и старайся отвергнуться его даже во всех мелочах, на каждом словом следи своим, не допускай вот эти вот, ну, какие-то загрязнять свою речь. Старайся говорить евангельским языком. Вот это блин, там, фиг, вот это всё нужно выбросить из своей речи. Слово, оно имеет тоже свойство материализации. Вот. То есть слово, оно материализуется или в доброе, или в злое. Вот. И судимым мы, опять же, будем за каждое слово написано «даст человек отчёт». Понимаешь, очень чётко надо следить за нашим языком. Особо говорить по Божьей, опять же, для этого нужно Евангелие. Евангельским языком. Так ещё люди сто лет назад говорили. Вот язык Достоевского, к примеру, почитай Достоевского, вот пересчитывая периодически так. Понимаешь, там же человек пишет вот этим евангельским языком «красота слова», «красота речи». Не допускается ничего вот это, ну, вот это мирское. Мирские вот эти пеньки, в которые спотыкаешься. Знаешь, человек говорит, говорит, вроде, фу, без него вылетает вот этот фиг какой-нибудь. И всё, и уже оно как бы портит, портит всю атмосферу. Нельзя этими словами пользоваться. Ну да, я сама замечаю, что и много кто говорил, что до этого, как попасть, говорила всегда по Евангелию, что нельзя это, что неправильно я поступаю. Всё, пало и пошло опять. Пало оно тоже, ну, а где и было. Это всего лишь отчаяние, от которого можно отвергнуться в эту же минуту, ты можешь прямо буквально, вот сейчас перестанем, говорит, и ты можешь в эту же минуту от него отойти, отвергнуться его. Скажи, всё, я отвергаюсь отчаяния, я отвергаюсь дел твоих сатана, отойди от меня, я пускаю в себя Господа. И всё, и ты на другой день уже другим человеком будешь, понимаешь. Господь в тебя войдёт, и Он тебе подскажет, как исправить, и Он управит твоей жизнью. Поэтому всё в твоих руках, никто тебе не сможет помочь. Только ты, как Иоанн Златоуст писал, не я, не Бог тебе не помогут, если ты сам себе не поможешь. То есть всё в нашей власти. Мы только властвуем над сердцем своим, над своей душой. Поэтому, как у этого, у Гоголя, дерзай, дерзай чей. Вот, и всё получится. Алёна, ну давай, а то мне уже пора там. А, ну давайте, давайте, ага. А можно вам звонить-то, разговаривать? Как там посоветоваться? Ну как будет, если я иногда просто болею сильно, ты напиши в этом скайпе, а если будет время, то договоримся, конечно. С Богом. С Богом. Спокойной ночи.